я вас приветствую друзья это видео посвящено теме трагедии происшествий с крис кремерс и лесам фронт двумя голландами исчезнувшими в панаме 1 апреля 2014 года они ушли по тропинке в тропический лес в районе небольшого городка бакетте и исчезли навсегда потом в июне этого за 2014 года стали появляться страшные находки я имею до останки причем останки такие очень частичная часть сломанной кости тазобедренного сустава и крис кремерс стопа в кроссовке лесам фронт ну очень не буду перечислять это отдельная история об этом можно поговорить отдельно и порассуждать что же это такое как это все находилось каким образом так оказалось причем некоторые останки находились прям рядом друг с другом а других частей как бы не было то тоже удивительно но в этом видео я хотел бы вернуться по-прежнему к той фотографии которую я уже рассматривал недавно и продолжать немножечко эту тему вообще вот этих фотографий ночных которые были сделаны 8 апреля 2014 года на фотоаппарат девушек вы можете сказать да чё то я вот с конца этой истории практически начинаю ее углубленно изучать и а я думаю что именно вот эти ночные фотографии они являются подсказкой потому что во первых удивительно что фотографии на телефонах и на фотоаппарате заканчиваются первого апреля а потом появляется некая ночная серия как ее называют именно 8 апреля причем там около 100 наверно фотографий большая часть из них сделано где-то в промежутке между часом ночи и двух часов ночи местного времени ну и остальные там уже ближе к утру последние сделано по моему 4 утра по моему сделана последняя фотография на этом опять все прерывается то есть вот эта серия она удивительно удивительно тем что на ней только один раз появляется якобы затылок крис кремерс я все-таки не очень верю что это ее затылок и есть еще одна фотография там несколькими волосками вроде как будто бы тоже возможно лицо там чуть-чуть появилась кадре и все больше нет ни рук ни ног непонятно вообще кто делает эти фотографии и практически все они сделаны в одном месте судя по всему но непонятно правда вот этот затылок фотография где сделано и чей-то затылок потому что тут вот есть вопрос в этом ли месте это сделано но она и безусловно является связующей во всей вот этой серии одной из фотографий подтверждающих вроде бы что девушки на тот момент живы вам это сама крис кремерс но никаким образом эту фотографию сделать не могла я показывал фотографию без временной отметки но есть оказывается фотография со временной отметкой вот пожалуйста здесь видно что 8 апреля почему-то 2013 года стоит дата тоже для меня удивительно потому что ну как то не получается 13 год 13 год и скорее всего ошибка 749 это время видимо выставлено и не панамская судя по всему это наверное голландское время и говорят что надо от него отнимать 6 часов вот от этого времени с 749 то есть по сути по местному времени это получается 1 час 49 минут 47 секунд кстати на этой фотографии правом нижнем углу более четче видно что это все-таки волосы а не какие-то полосы досок это именно в волосы у нее так в две линии получились на фотография практически не отличается по контрасту от той фотографии которую я показывал сказать что были какие-то изменения в плане отверт ответления или улучшение контраста ну я бы так не стал утверждать и по-прежнему считаю что вот эти волосы излишне короткие и не слишком похожи на волосы крис кремерс если конечно считать что это затылочная часть я не могу считать что это не затылочная часть потому что я не вижу здесь каких-то проблесков частей лица глаз но слушая не вижу а может и иногда говорят что это возможно закинутые на лицо волосы поэтому мол такое впечатление совсем другое создается везде не видно вот этого остатка этот от этого клубка на затылке которые у крис кремерс безусловно всегда присутствовал и в этом походе тоже я продолжаю утверждать что лично с углуба мое мнение вот сходности с волосами крис кремерс здесь как бы не наблюдается но есть и другой очень интересный момент если продолжить эту серию вот следующая фотография уже где-то то ли на краю какой-то пропасти то ли небольшой ямы есть такое впечатление что сфотографирована часть земли а потом сфотографирована чуть и не пропасть либо либо сфотографирована снизу вверх то есть некий откос земляной там он видны деревья то есть кто-то вот так фотоаппарат поднял и вверх сфотографировал и вот здесь возникает загадка потому что между вот этими фотографиями буквально прошло 18 секунд то есть сначала кто-то фотографирует крис кремерс возможно затылок ну какую-то часть головы крис кремерс а потом этот кто-то или она сама решает зачем-то сфотографировать либо что-то внизу либо что-то наверху какая здесь может быть логическая связка я не понимаю просто вот не могу понять смысл этих двух фотографий зачем это делать сначала вас интересует кто-то у себя на затылке да например а что у меня там дай-ка я сфотографирую фотографировали посмотрели увеличили при время-то идет понимаете после того как вы сфотографировали и руку сюда перенесли начали смотреть уже прошло какое-то время потом несколько секунд вы рассмотрели а ничего нет а давайте я теперь сфотографирую пропасть какую-то да или наоборот сфотографирую небо а зачем то есть эта фотография ради чего сделано ради того чтобы она была на фотоаппарате а у меня вот есть впечатление что эта фотография для того чтобы связать крис кремерс с этими тропическим лесом вот смотрите вот вам лет вот голова крис кремерс она тыла и она находится в лесу и фотографирует ее скорее всего еще и лесам фронт к тому же то есть они обе живы и они точно находятся в лесу вот для этого это связка сделано но где в лесу определить невозможно в каком месте сделана эта фотография определить крайне сложно через 20 секунд сделано еще одна фотография опять непонятно то ли это сделано снизу вверх то ли сверху вниз и везде присутствуют какие-то капли какие-то странные предметы и в них отражается свет вы скажете ну это правильно отражается фото вспышка ну не знаю не знаю вот на этой фотографии слева видно какое-то странное пятно и я бы обратил на него внимание потому что вот есть впечатление вот по вот этому например пятно что это фотоаппарате уже идет отсветка от падающего света то есть это не от вспышки куда-то а откуда-то идет свет который попал в объектив вот есть такое впечатление и идет он откуда-то немножечко сбоку а вот то вот здесь можно посмотреть темные области есть на растениях но есть они тоже должны были по идее это осветится вот у меня есть впечатление что освещение идет не от фото вспышки а откуда-то слева кстати возвращаясь вот к этой фотографии у меня здесь тоже есть впечатление что освещение идет немножечко вот так вот на вот на голову на волосы посмотрите у нее даже вот здесь некая тень образовалась локон в темноте либо он очень грязный либо он остался в тени и есть ощущение что вот там где-то немножечко тень то есть свет вот световое пятно она вот здесь находится и свет проходит не по прямой а немного наискосок потому что вот здесь тоже кое-где отблески его еще встречаются но туда в глубину уже не проходит понимаете то есть если бы фото вспышка сработала так по прямой то должно было бы просветиться насквозь а вот тут такое ощущение что свет немножечко вскользь падает почему я на этом сейчас акцентирую внимание ну потому что я уже как сказал есть впечатление что здесь присутствует еще какой-то источник света но я еще хочу сказать что вот вот эти вот падающие возможно капельки они должны были и на попасть на объектив и на объективе тоже создать некую помеху вот это тоже не видно что странно видно еще одно пятно очень интересное но может быть либо это действительно вот как раз и есть капля воды либо это опять таки попадание какого-то светового пучка в объектив и все-таки не оставляет меня впечатление что это сфотографировано небо и вот некое такое вообразное дерево а вот дальше мы видим яркий источник света и находится он где-то вверху видно вот это вообразное дерево да буквы его такое растущие вверх и что-то ну точно не вспышка и то что это источник света доказывает как раз таки вот этот след от диафрагмы то есть кто фотографировал или видел фотографии когда вот солнечный свет попадает в объектив обязательно остаются вот такие пятна и здесь четко понятно что где-то над тем кто фотографирует есть источник света это может быть либо какой-то фонарь на батарейках либо вообще электрический фонарь и возникает подозрение а они где-то либо возле какого-то жилья все это происходит потому что источник света держат не так вот не в руке это точно он где-то там довольно высоко даже часть дерева немножечко по моему освещает и вот у меня создается впечатление что здесь явно присутствует еще кто-то кто-то кто создает дополнительное освещение или что-то что создает дополнительное освещение причем освещение искусственное ночью это точно не луна судя по тому как освещается это что-то совершенно иное у этих девушек ничего подобного быть просто не могло это явно либо очень яркий сильно яркий фонарь либо вообще столб например какой-нибудь осветительный с фонарем освещающим поверхность это вполне может быть край какой-нибудь деревне ну или как хижина в лесу где можно было выйти и спокойно делать вот такие фотографии чуть-чуть отойдя от дома но иногда попадал и некий отцвет ну и думали да ладно плевать пойдет пускай это будет или вообще не понимали что тем самым немножечко они палят контору и доказывают что это все-таки но не дикий какой-то глухой лес по крайней мере или у девушек явно какой-то очень мощный фонарь должен быть вот наверное еще некие мысли по поводу вот этих фотографий ночных сделанных якобы лесам фрон на них на мой взгляд очень много подсказок и поэтому я и акцентировал свое внимание именно на эти ночные фотографии ну конечно мы поговорим и о других моментах и о самом начале маршрута на этой эль пианисты и хождение по этой тропе пианиста этих девушек и все остальное обсудим но я бы хотел просто обратить ваше внимание что присутствие посторонних людей на мой взгляд явно видно на вот этой серии ночных фото сделанных восьмого апреля якобы восьмого апреля судя по датировке 2013 года хотя это может быть только 2014 год пишите что вы думаете по этому поводу высказывайте свои мысли мне будет интересно их прочитать ставьте лайки буду крайне благодарен подписывайтесь еще много интересного вас ждет перед до новых встреч друзья